приветствую друзья на моем канале это практическое видео по использованию dependency injection в angular в этом видео я планирую использовать сервис для хранения состояния большого дерева вложенности компонентов директив и прочего то есть все ограничено вашей фантазией с чем это связано в реакте есть такая штука называется опять контекст и и недавно релизнули там два года назад то есть относительно недавно по меркам человеческой жизни не так давно по меркам развития джесса очень давно но все равно не в этом суть и очень удивительно что angular не украл эту технологию оказывается все это уже было изобретено просто react украл эту технологию и переименовал так что давайте посмотрим разберемся и получим крутые навыки по использованию диа и понимания юзкейсов так что давайте приступим вот у меня есть чистый проект angular я это чищу сразу делая тут себе модулечек где-то тут у меня модули с помощью веб шторма это собственно с помощью обычного angular я тут генерирую каунт модуль так у меня создался каунт модуль могу его сразу подключить этот модуль импорты каунт модуль так вот он мой красивый дорогой модулечек тут я сразу создам папочку компонент чисто для порядка создам тут компонент назову его какой-нибудь там каунтер компонент этот компонент разумеется мне нужно будет использовать в app компоненте а поэтому мне его нужно экспортировать из моего модуля чтобы он был доступен снаружи давайте теперь его тут завязаем app counter и я тут 4 штучки сделаю смотрите вот мой каунтер замечательно теперь я сделаю сервис я могу использовать компонентный подход сразу начать с него к примеру чтобы продемонстрировать вам как бы это сделалось в компонентном подходе так давайте тогда в компонентном подходе начну сделаю этот каунт равно нулю начальное значение и два метода increase который будет делать this count плюс плюс и разумеется decrease который будет делать this count минус минус так так все вроде бы хорошо я ничего лишнего не удаляю пока оставлю это как есть здесь я бы написал такой h3 написал counter равен например вот тут вот count дальше вывел бы тут div в котором бы вывел бы button плюс 1 button минус 1 тут бы по-простому по-деревенски сделал бы клик increase click decrease все у меня как бы то есть компонент компонент хранит в себе состояние все довольны просто супер но представьте себе ситуацию начинается клиент просит а можно сделать так чтобы там плюс один происходил только в случае если там при нажатии плюс один всплывает огромный поп-ап в этом поп-апе нужно вбить миллион параметров если человек вбивает миллион параметров только в этом случае он получает плюс один к каунтеру а минус один происходит в случае если он заполнит форму отказа ну короче представьте себе ситуацию что по какой-то причине у вас дерево вложенности но может быть просто сумасшедшим когда вы делать какие-то сложные формы и вот этот стоит у вас будет гулять туда-сюда в этом случае react кто предлагает использовать api контекст как бы то что логично у вас большое дерево вложенности в этом дереве вложенности каждый имеет доступ к контексту и может его там менять либо его читать вот это я и хочу сейчас сделать дальше все ограничено вашей соображалкой как бы то я тут делаю папочку services в него создаю counter service хочу создать когда-то я выучу команды чтобы не генерировать спецификацию или научусь писать тесты и вас научу counter service так это я удалю и давайте для того чтобы вы не посчитали что я какой-то шарлатан как будто на примере одного компонента это все буду показывать сейчас для начала я сделаю counter равен нулю он автоматически получается публичным вот так вот можно написать сюда напишем inc давайте скопирую компонента increase decrease вот таким вот образом получается мой counter service я кидаю его в мой тс паблик counter service counter service отлично отлично смотрите у меня есть counter service теперь я могу просто вот этот каунт удалить отправиться в html написать тут counter service count вернуться назад counter service counter service count плюс плюс так минус минус смотрите теперь у меня есть сервис который хранит в себе состояние счетчика и умеет там плюсовать минусовать зачем я сделал плюс плюс я не знаю я хотел сделать increment increment вот таким вот образом то есть теперь когда я клацаю на эту кнопку я меняю состояние сервиса сервиса который у меня проводится в руте вот видите provide in root это означает что мой сервис зарегистрирован на уровне модулей но я им пользуюсь на уровне компонентов что логично что этот сервис создается единожды и предоставляется доступ к каждому компоненту как единое значение давайте исправим эту ситуацию как это исправить я думаю вы уже должны знать все очень просто пишем тут providers делаем вот этот counter service кидаем сюда и смотрим вуаля мы получаем наш сервис исключительно созданный для нашего компонента но давайте пойдем дальше представьте себе что у вас есть дочерние компоненты или директивы которые могли бы как-то менять этот counter то есть но влиять на изменения то есть вот этот вызывать методы increase и decrease я хочу избавиться от этих методов вот мне их нужно удалить я хочу это делегировать кому-то другому однако как гласит принцип single responsibility у нас должна быть служба но кто-то кто отвечает за изменение счетчика на плюс один и кто-то кто отвечает за изменение счетчика на минус один и не всегда это должен быть какой-то компонент то есть наш компонент не должен слушать события кидать его на сервис сервис у себя меняет значение передает его сюда мы можем иметь какой-то специальный участок функционала который мы внедри в наш компонент и вот тут наступает крутота angular создает директив с папочку я надеюсь вы сможете прочувствовать эту классную штуку смотрите я тут инк инк вот этот создаю инк директиву и еще одну директиву создам дек директива тут я хочу сделать апп инкремент апп декремент извините удалю две спецификации теперь что мне нужно сделать вот в этом апп инкремент апп декремент все очень просто эти две директивы используются в контексте нашего каунтер компоненты наш каунтер компонент проводит сервис а значит что каждый компонент который или директива которая находится внутри будет получать один и тот же сервис и теперь мне нужно написать метод инк сделать тут здесь каунтер сервис инк ну давай дружище инк и смотрите что нужно сделать чтобы моя директива слушала события клик очень просто написать надо тут декоратор host listener а в нем написать что клик я же хочу клик слушать значит клик все моя директива готова она очень как бы то простая любой кто зайдет в эту директиву поймет что тут происходит мне так кажется ну я бы понял host listener но можно запутаться по вызову метода вроде бы все понятно все здорово смотрите как все лаконично об инкремент опять я что-то не то делаю инкремент обратите у меня вот селектор написано об инк но я поперепутывал опять написал не так издержки вот в этом случае теперь клацая на эту кнопочку все клики будут проходить через директиву и что в итоге все работает мы можем сгородить дочерний компонент который будет рисовать эту кнопку она дочерний компонент вешать эту директиву либо мы можем сгородить дочерний компоненты внутри дочернего компонента использовать эту директиву то есть мы свободные в выборе кому делегировать эту логику мы стоит храним в таком вот изолированном контексте для нашего дерева если вы внутри захотите генерировать попап в папе делать форму форме делать кучу обработок там логики запросы на backend то вы в конечном итоге сможете просто воспользоваться вашей сервисом и понимать что вы работаете с этим сервисом в контексте в контексте вот этой вот записи это очень классный подход когда например у нас там grid очень много строчек и для каждой строчек таблицы для каждой строчки таблицы мы можем держать свой такой сервис на лету создавать так что я надеюсь это видео было вам полезно ставьте палец вверх смотрите мои видео еще пишите что вам не понравилось или понравилось в этом видео я буду стараться делать контент лучше делать его более качественным чтобы вам нравилось но в любом случае я буду делать то что нравится мне то чем я хочу делиться так что если вам нравится то что я делаю буду рад видеть вас на канале чаще пока до следующей встречи